Я напомню, несколько мест совершено Писания, мы немножко слышали сегодня. Я напомню, первое место, Матфея, 27-я глава. Я окончил в прошлый раз здесь говорить мысль и по тему о Разбойнике, продолжая дальше это местное совершено Писание, только читая ниже, 45-й стих, от 6-го часа тьма была по всей земле до часа 9-го, а около 9-го часа его запил Иисус громким голосом или, или ламасом отмани, то есть Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил. Дорогие братья и сестры, это стих или это место говорит о том, насколько тяжело было или как страдал Христос за нас. Евреям 9-я глава. 1-й завет имел постановление о богослужении святилище земное, ибо устроено было скинье первое, которое был святилим, и трапеза, и продолжение хлебов, и которое называется Святое. За вторую завесою было скинье, называемое Святое Святых. «Имевшее золотую кадильницу и обложено со всех сторон золотом ковчег завета, где был золотой сосуд с манною, жест арону, рассвешивший из скрижали завета, а над ними хирвовыми слами осеняющее течилище, о чем мне нужно теперь говорить подробно». При таком устройстве первую скинье всегда входят в священники совершать богослужения, а во вторую однажды в год один только первый священник, не без крови, который приносит за себя и за грехи неведения народа. Этим Дух Святой показывает, что еще не открыт путь в освятилище, доколествует прежняя скинье. Он есть образ настоящего времени, которое приносится дари, жертвы, не могучие сделать совести совершенную приносящую. Но Христос, пересвященник будущих благ, принявшись большую и совершеннейшую скиненью нерукотворенную, то есть такого устройства. «Не с кровью козлов и телецов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь к телецов и козлов и пепель делится без крапления, посвящая воскресенье, что дабы и чисто было тело, то тем более кровь Христа, который Духом святым принес Себя не прочную Богу, а чистит совесть нашу от мертвых ер для служения Богу живому и истинному. И потому он есть ходатай Нового Завета, добив вследствие смерти Его, бывшие искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили победование. Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя. Потому что завещание, действительно, после умерших, оно не имеет силы, когда завещатель жив. Почему и Первый Завет был утвержден не без крови?» Я здесь остановлюсь, мать и сестры, мы здесь сегодня остановимся на том стихе, где написано, что не было света. Ну, как я здесь дочитал от первого начала, и знаете, если бы мы так внимательны были и исследовали Писание, мы немножко задумались бы на тем, как это место Писания говорит, «Потому что Он не искладатый Нового Завета, добив вследствие смерти Его, бывшие искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете». Что такое Первый Завет? Я думаю, вы все знаете, когда произошел этот Первый Завет. Я не буду над этим сегодня останавливаться. Вы знаете о Первом Завете? Вы знаете о этом Первом Завешании Бога от народа? И вы знаете, когда первый, самый-самый первый был разговор Бога с человеком, это было когда, это был тогда, когда Бог говорил в прохладе дня сада. И он ему говорил, и он ему завещал, что он должен делать, что он должен кушать, а что он не должен. И так как они не послушали Бога, нарушили это завещание, они были изгнаны из рая, так? И больше они там не были. Дорогие братья и сестры, после того момента, когда был изнан человек с Эдемского сада с рая, на земле его не существовало, не было. Почему? Потому что Бог увидел это не послушание, а ослушание то, что Бог пообещал. И если бы мы будем читать все это местописание, всю историю, от бития Эдемицы до Нового Завета. Вы знаете, эта история у человечества не закончена. Она не имеет конца. Она не имеет незакончения тем, почему? Потому что человек изгнан из рая. Творение Божие не стало. Но здесь я начну этот стих, даже вследствие смерти его бывшего для искупления, для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете. Помните, однажды здесь говорили также о том, как Распорт привел народ в пустыню, чтобы они могли исполнить заповеди Божии. И знаете, что пришел на эту землю Сын Божий, который завершил историю человечества, который был изгнан из рая. И в подтверждение того, что он завершил, он сказал на кресте, что свершилось. Это была завершена работа Сына Божьего для того, чтобы возвратить народ Божий в рай, только уже не на земле. Почему? Он и сказал разбойнику, ныне же будешь со Мною на третьем небе, на седьмом небе, в раю. Аллилуйя, благостовер Бог, который именно закончил и продлил и показал это что? О том, что именно в завершении свершилась тогда история человечества, когда он вызвал и изгнан из рая и Сыном Божьим. И отбил он, когда первый разбойник, который сказал вспомни, он не сказал помоги мне, он не сказал, что реши там мою проблему или прости мне, нет, он не сказал об этом, дали братья и сестры. Разбойнику не было когда рассуждать, потому что он был на этом самом шахмоне или, можно сказать, на том пути смерти. Он знал, что ему остаются считанные уже не часы, а минуты жизни. Но он увидел, он увидел рядом того, кто был с ним. А кто был с ним? Был с ним тот, который взял на себя грехи всего мира. Дороги, мои сестры. Заметь, это место я читаю Луки. Я повторяюсь его перед стихом. И сказал ему Иисус, истинно говорю тебе, ныне же будешь с мною в раю. Войне. Он сказал, ныне же будешь с мною в раю. Я пришел совершить до конца искупление изнанному человечеству. Потерянный рай возвращен. Потерянный рай возвращен Сыном Божиим. И он придет, Сын Божий, на землю для того, чтобы искупить изнанных из рая творение человечества Божьего. Творение Божьего. И он пришел. И он говорит, ныне же будешь с мною в раю. И мои сестры, я хотел бы немножко остановиться на вот этом человеке, которому он сказал. Представьте, последние минуты и часы жизни, минуты жизни Сына Божьего были украшены чем? Рядом не оказалось никого. Кто-то издали наблюдал. Рядом издали, там поблизости стояли, женщины плакали. Он к ним обратился. Он им сказал, брат Саша передо мной говорил, и он сказал, что желудок болит и молился, а благодарить так трудно. Но представьте себе, что нет живого места, безелого боли, порванное изорванное тело, прибит и висит. И он находит невозможность, сочувствуя, утешать плачущих женщин. Еще в Иерусалимске, не плачь. А у нас немножко заболеть, и мы не можем. И вот этот ряд, висевший там же, но он не был порван, разбойник один и другой. Но вначале написано, что они насмехались, внизу насмехаются, нам говорят, если ты не свидетел, Сын Божий, то ты сделай это. Они смеялись над ним. Думай, без сил, спасай, спаси себя самому. Спаси! Вы знаете, неистово раздраженные и оздавленные люди, они хотели сделать самое больное Сыну Божию. За что? За то, что он пришел возвратить то, что потерял человек. Просто потерял бы человек. Дорогие, братья и сестры, пришествие Христа на землю, Сына Божьего, не думайте, что если будем говорить, и я об этом говорю, что пришествие или роль, пришествие изношения Сына Божьего, это того, чтобы спасти. Далеко еще не все, братья и сестры. Да, это есть одна из основных частей, это спаси человечество. Но пришествие Сына Божьего на землю не только для этого, но еще и показать величество и власть Божию. чудес издавей, он пришел показать, и смотрите, было же около часа, около шестого часа дня, сделалось сьма по всей земле, и до часа девятого. Дорогие братья и сестры, это произошло, не поймите, когда это произошло, только когда Сына Божьего распинали, и когда ему сделали очень больно. И разбойник в этот момент висит, один поносит, один кричит, знаете, там не легко. Я думаю, кто переживал телесные боли и мучения, даже возьмите, прибить один палец, как больно кажется, до сердца достает. А здесь порвано тело, пробитый и висит на вытянутых мысах, растянутыми римскими бозьями, и Сын Божий висит там. Ни слова проглона, ни слова претензий, ни каких-то, Господи, сделай с ними что-то, ничего не говори. Нет. А этот человек смотрит, и он смотрит о том, казалось бы, разве там не были люди, которые так жили? Все видели. Но они не увидели то, что увидел Розмоний. Почему? Он смотрел, что этот человек необыкновенный и сопоставлял с пророчествами. Казалось бы, разве для этого пришел Сын Божий только чтобы потерпеть это мучение? Нет. Он пришел на эту низкую землю. Не только претерпеть мучения, но и показать, что Он Бог. От начала. Сущий. Он. Дали братья сестры. И вот это произошло. Было же около шестого часа дня. И сделала тьма по всей земле. Заметьте, сделала тьма, я буду говорить сегодня о тьме, трехчасовой. И то же с тобой в затмении. Вы знаете, я даже вам скажу, что я даже немножко здесь и записал. Но я не знал, не обращал этого внимания. Но Господь говорит, ты обратил внимание, когда это было? В какое время? Это затмение. Это затмение произошло тогда, когда невозможно произойти затмение. Невозможно. Вы знаете, что Он говорит, около шестого часа дня сделала тьма. Среди дня тьма. И этим самим Богу показывает. Чтобы вы не сказали, что Он не страдал. Было солнце. Палило солнце. Сильно палило солнце. Не думайте, что там не было мух, там не было солнца, там не было пыль. Было. И там это поле солнца. И представьте, я тиран, и какая боль. И на полях там солнце висеть. У нас в горле пересохло, и мы готовим что угодно отдать за лоток воды. А там висеть между небом и землей. За меня и за тебя. И для того, чтобы они видели. И Господь говорит, такое издевательство и мучение мог придумать только дьявол. И люди, одержимые дьявол, только дьявол мог управлять людьми делать это. Так сам человек не может так сделать такую жажду. С такой жаждой ненасытимой всего мисси зла. Он показал это то, что здесь самая-самая жажда была у кого? Я думал, что это жажда римлян. Нет. Римлян это были подвластные люди, это были язычники, это были безбожники. Им просто сказали, мы не можем. У нас Пасха. Ах, у вас Пасха. Я вам покажу, священники и первосвященники, что при полной луне, только при полной луне свершалась Пасха. И при этой полной луне никак не может стать мирно землею и солнцем луна. Никак. Она не может там стать, и поэтому при полной луне не может никогда вам любые ученые скажут быть. Особо астрологии не могут, они вам подтвердят, не может быть, никогда не наблюдалось и не может произойти затмение солнца. Но здесь произошло среди дня и на три часа. Этим самим Бог показал то, что вам, первосвященникам, когда вы увидите на поляшем солнце жажда вашей злобы. Это дело ваших рук, но только вы сделали это и сюда еще вмешали, ввели вот эту демоническую силу, которая на вас, эти кремля, и они уже управляли миром. Если моя память, я когда-то вспоминаю, слышал, по-моему, французский кровь, или какой-то сказал, если бы я в то время был, я бы этих негодяев казнил бы, которые так издевались над Христом. Это было неуприсуемо, дорогие друзья, это не то, что могут мы люди сегодня или там какие-то артисты показать страдания Христа, это невозможно. Это настолько было сделано сатаной, чтобы сделать, там вылить все это зло. Почему? Потому что пришел тот восстановить рать. Тот, который пришел искупить погибающее человечество. И Бог показывает для нас первое знамение будет сейчас, что Он Господь, что я Господь, что я Царь Царей. Я мог бы созвать таки он и ангелов, и сейчас бы вы молнии и грозы, и возьми бы на попалину и убил их. Созвал, но этого я не сделал. Но при полной луне, когда вы свяжете Пасху, что Господь и Спасение, в этот день вы решили распять меня. И будет затмение, что вы распяли не человека, а Бога, Которого вы празднуете в эти дни. Вы распяли, Которого вы вспоминаете, Который избавил вас, выбил вас из Египта. Вы находитесь под покрывалом этим сегодня. Я читал о этой завесах. И заметьте, что они построили эти, я не хочу сегодня останавливаться, которые имеют значение, храма, постройка храма, и первая или вторая завеса. Я читал, при первой ходили, но при второй один раз в году, один раз в году свершалась жертва, и приносилась там. И вот он приходил, как я читал, не без крови. А здесь пришел Сын Божий, на эту низкую землю, не без крови, только не с козловой дельцом, но своей. И заметьте, в этот момент, Господь говорит, он взвесел, а на его смотрели. Там были священники, там были треосвященники. Но они наблюдали и улыбались, позмеивая, что они добились своего. Что теперь уже они свободны. Они свободны, они избавились от того, кто их мучил. Они избавились уже теперь, но они чистые, они будут спокойно праздновать Пасху. Но они-то знали, кого они предали смерти. Знали прекрасно, что они делают гнусное дело. И поэтому я сегодня, не думал, что я сегодня буду так остановиться над этим, что около шестого часа дня сделалась тьма. Тогда, Господь говорит, сделалась тьма, тогда, когда светило солнце, когда палило солнце, в это время Иисус Сын Божий висел. И я читал, что Он сказал. Когда Он сказал, «Миша, Боже мой, Боже, для чего ты меня оставил?» И Господь сказал, «Я не дам этим негодным глазам, нечистым глазам видеть кончину жизни на этой земле в мучениях, огонь и страданиях, Сына Моего. Я скрою». Братья и сестры, Бог скрыл. Вы не достойны даже смотреть. Вы не достойны видеть последние минуты, секунды Его жизни. Вы только услышите. Но вы слышите уже в тьме и в страхе. Догибайтесь, сестры. Здесь очень глубокий, глубокий смысл Божий в том, показать этим же людям сегодня нам. Сегодня нам. И Он говорит, что они хотели видеть, а Он говорит, достаточно, что Я вам дам. Теперь Он висел на солнце паленном. Вы видели? Никто из вас не скажет, что Он не был распят. Никто не скажет, что Он был там чем-то криклеем. Как сегодня артисты играют роли, углубляя на кресты, будто они распяты. Нет. Он был прибит. Вы видели? Воины были свидетели. Вы, священники, преосвященники, ждали. Они не ушли. Не потому, что они им хотелось видеть. Только. Нет. Но они хотели убедиться, за то, что они заплатили, именно чтобы добиться, что Он уже распят. И тогда они спокойно свершат свое служение. Пасху. Бог говорит сегодня то же самое. То же самое. Солнце. Слава Божия. Солнце правды. Идем ли мы к этому святу? Видим ли мы Его Мессию? Оцениваем ли мы сегодня, как мы видим? Видим ли мы всегда перед глазами нашим и цена искупления меня в моей жизни? Почему мы можем так легко о них забыть о них? Почему мы так легко это уходим с наших глаз? Или можем спокойно переступать пороги и идти? Я знаю, что очень часто это случается в народе Божьем, так называем. Но я не могу сказать, что они дети Божьи сейчас там с ним. Если мы, друзья, я знаю, что есть такие, что говорят, ой, я с Господом. В церкви они молят, в церкви они поют, в церкви они стихи рассказывают, в церкви они проповедуют, в церкви они могут делать свершат дела, но вне церкви они могут быть в спиртборе, они могут танцевать, они могут смотреть фильмы, они могут курить, они могут... И смотрите, как издевает сатана, войдя в тьму. Работая, потери цара, зарабатывая этот доллар для того, чтобы его пробить, для того, чтобы его прогреть в казино, для того, чтобы его задать за какой-то пакетик наркотика. Это и есть порабощенный человек, которому сегодня покрывает тьма, чтобы он не увидел Господа, не увидел сыни, страдания, искупления, сына Божьего, он раскройл от лица, и будет устойно эти глаза видеть, лица Сына Божьего. Милые братья и сестры, если мы забываем Голгофу, то мы с вами недостойными видеть этой Голгофы. Мы где-то нарушили, мы где-то огорчили Дух Святой и Господа Аминь. Нам нужно покаяние, нам нужно исповедание, нам нужно освобождение, чтобы мы не помним Голгофы. Она покрыта тьмою, она покрыта суетой, она покрыта без печени, она покрыта чем-то другим. Не обманивайтесь, Бог поругаем не бывает. Нет. Если мы сегодня не видим ее, то знайте, что дьявол сегодня, и он имеет эту силу. И Господь показал, что, говорит, не может видеть недостойней. Почему? Они очень много знали о Боге, они очень много читали, они очень много знали о Мессии. И они знали, что это Он. Что это Он? Мне сегодня пришлось говорить с одним братом, и он сказал некоторые моменты. И знаете, когда я услышал тот момент, когда он говорил и настаивал, что сегодня многое со многим несогласен Писанием. Неточные переводы. Дорогие мои, если враг хочет затмить, то он закроет эту завесу. Она была в храме. И Сын Божий пришел и разорвал ее. Это ваша завеса святости вашей. Это ваша завеса достоинств ваших. Это ваша завеса жертв ваших. Это ваша завеса пожертвований ваших. Я разорву, я уничтожу, а свободный ход с темами, жаждущим, желающим освободиться, очиститься, обновиться и быть обновленным в чистых сердцах. Да. И эти глаза увидеть Господа, и слава Его. Увидеть. И Он говорит, эти глаза не могли видеть. Вот такое затмение сегодня в народе Божьем. Церковь – это затмение. Мы накануне пришествия Сына Божьего. Мы накануне кончина века сего на всей земле и мы перейдем туда в новую жизнь в тот же самый рай. Но вот это затмение сегодня на земле в затмении. Перекладающие что-то в час это затмение и люди всего ничто. Так как не хотели иметь богобразовое, не думайте, что это говорится о кегевистах или о кегевистах безвожниках. Это говорится о людях в церквах сидящих. Так как не хотели иметь богобразовое, то предал их приватному уму. и делать грех с ненасынимой все. Дорогие мои десестры, как страшно забыть Голгофу. Как страшно забыть страдания Сына Божьего. Как страшно не оценить, кто искупил нас и какая плата дана за нас. Когда разбойник только получил ответ в рассуждениях своих, что это он, то, что совпадает все, как он слышал, как он знает, насколько он понимал. Говорит, братья и сестры, я говорю уже, вас еще раз скажу. Разбойник столько собраний не сидел, как мы. Разбойник столько пропований не слышал, как мы. Разбойник столько молитв, и Псалом не пел и молился, как мы. Нет. Но он не промолчал, когда получил, когда сказал. И что же он сказал? Сын Божий, Христос, Господь, ныне же будет со мной в район. Дорогие и сестры, его свидетельство и его проповедь очень сильно, и очень сильно, и очень громко. в чем? Он сказал, мы заслужили, мы заслуженно наказаны, мы достойны, а он ни в чем не виновен. Помните? Это самое сильное проповедь, это самое сильное свидетельство, это самое сильное доказательство человека, не знавшего Бога, познавшего последние минуты. он мне говорит, последние минуты, и говорит, ну, разбойник, последние минуты, пока я даю братья и сестры, он мне, не так. Он не знал того, что мы знаем, но он знал, слышал, и когда увидел, он сказал, ты, Господь, вспомни о мне, когда будешь в раю, аллилуйя, откуда ты узнал, откуда ты узнал, что он пришел восстановить царство, он пришел обновить рай. Так обновить новый Иерусалим под наш рай. Он пришел, и этот разбойник увидел, мог сказать, стоящее внизу, до них не дошло. Ладно, я говорю о ремянах, но я говорю о тех, кто стоял, с ложными руками, с досочками, с камнями на груди, с бородами в своих рыцах, стояли, на остальных как воры, как предатели. И он смотрит, Иисус один висит. А его удостоили быть повешенным с разбойниками. Дьявол, но и здесь не попередно терпишь поражение. Я именно на этом месте произойдет победа, поражение сатаны в том, что сегодня один из первых и что моя жизнь не закончится на этой земле, как человек, позная живого Бога и что я мессия. Аминь. Это будет, но это еще не все. Я еще здесь для вас свидетельствую, говорю, что я мессия. этот человек подтверждает. Я все сделал, а он сказал, свершилось. Они стоят. Петра нету, Иоанна нету, Андрея нету, Иуда пошел уже в свое расчеты висит. Вы знаете, какие плачевные. Все его оставили. Все оставили. И они хотели видеть именно его смерть. Они хотели видеть, им важно было видеть, как он будет в этих судорах мучений, страданий, кончать свои последние секунды жизни. А Господь сказал, нет, ваши нечистые предательские глаза, которые изменили Богу, оставили Богу, вы построили себе храмы, вы построили святые святых, но меня там нет. И ваши глаза нечистые и я не скрою от ваших глаз. И вы увидите этого. Переход, уход сына с Божьего. Нет, от вас это будет закрыто. Вы недостойны. Говорите сестры, и Господь сказал, чтобы видеть Голгофу и смерть сына Божьего, надо быть достойным. А если мы ее забываем, то не думайте, что просто у нас такая память. Нет, мы недостойны. Нам нужно задуматься, почему это случилось, что мы не помним Голгофу. И так просто спокойно можем быть на день рождения. Или прийти до друзей, или подруги, прийти с бутылкой шампанского или вино и посидеть вечером, а потом опять молиться. Духом, умом это кощунство. Это кощунство. Это разделяешь раны Христа, это издеваешь над Ним. От тебя твои глаза закрыты, Голгофа. От твоих глаз закрицит Божий, как от этих отступников, первосвященников и священников, дорогие братья и сестры. Но есть выход покаяние, раскаяние, исповедание, и ты будешь в раю как разбойник. Ты будешь, но разбойник не знал того, что мы не знаем. Разбойник не был крещен и Духом Святым. Разбойник не заключал завет водного крещения и не давал обеда служить доброй и чистой совестью. А у нас какая совесть? Зная, что я искупен так дорого, могу спокойно заниматься этим грехом. Могу спокойно идти в кинотеатр. Могу спокойно идти в ресторан. Могу спокойно смотреть голубитские фильмы. Могу спокойно смотреть этот сервис разврат. Могу спокойно встречаться с разными полами. Могу спокойно проводить это время. И это думает Христос? Нет. Он говорит Ты не увидишь меня. Я скрою свое лицо от тебя. Но еще я только скажу дальше. Чтобы мы не видели. еще одна сторона. Господь говорит знаешь почему я скрой? Почему это была тьма? И почему пришел Христос? Чтобы вы не видели. было написано Бога никто не видел и видеть не может. А кто видел не остался в живых. Я бы хотел сегодня чтобы мы сегодня увидели но увидели его так чтобы наша ветхая природа не осталась в живых. Была обновлены возрожденный новый человек. Аминьи кровью акция. Мы не можем освободить себя от наших попытей от наших мышлений мы не можем освободить себя от нашего языка от нашего характера от наших нервов как мы говорим но Аминь жив имеющий ключ ада и смерти он сильен он поразил дьявол голову он говорит что эта тьма сделалась покрыла землю и вот этой тьме эти святые благороденные пресвященники потиравшие свои бороды что они радовали что будет пасха мирно что они набили своего вдруг видели как на солнце паленом солнце висел один второй но самое главное тот который был важен они ждали они ждали что он произнесет какое-то хурительное негодное слово они ждали что он кого-то как сегодняшние богоотступники церквах проклинают не благословляют и проклинают этот дух демонический божий дух не в деле проклинает благословлял даже на кресте а чей проклинает а чей не благословляет Задумайтесь И сегодня люди просто так думают Ну, ну, простите меня Но я должен это говорить Я должен, потому что это хочет Бог Если мы думаем, что не думайте, что я такой жестокий Или я вас хочу к этому учить Нет, это требует Слово Божие, это хочет Бог Если мы не видим Голгофе Если мы не в присутствии Божьем Не в присутствии славы Божьей И мы говорим Ну, понимаешь Ну, мы же не можем так людей отгонять Да, я не говорю, что мы должны ссориться Я не говорю, что мы должны не упускать никого в церковь Нет Да, я говорю, что мы стояли на страже И знали, кто приходит в церковь Кто приходит в ваши дома Что за люди С каким духом, с какой силой Или чего И для чего Будьте очень внимательны С кем вы общаетесь С кем вы имеете союз С кем вы имеете дружбу И с кем вы бываете в молитвах Не думайте, что молитва Это просто так Молитва Это разговор с Богом И если вы будете С человеком Который от этого чуждого огня Заметьте Вас не станет духовного роста Вы не станете понимать Так, как учат Слово Божие Вы будете говорить И это не так И это не так И это не так И все Все и в Англии не так И Иаков не наш И римляне не наши И христиане не наши Все не наше Почему? Мы прощенные Мы спасенные Нам не нужно покаяние Нам не нужно исповедание Мы уже помидли кровью Христа Верой Вера Веры, братья и сестры А вера откуда? Отслышанное Слово Божие Если мы не живем Словом Не исполняем Откуда? Вот какие загружения демонические И как враг уводит людей Вера А вера без дел Мертва Я не говорю о делах Которые имеем физически Я говорю о делах Вере Духа Божьего И вере живой Вере такой Что идет Петро А те не стирает Вот плоды веры Вере в живого Бога А Христос сказал Дела, которые я не верю Вы больше Сих затворите А теперь результат Какая наша вера Какое наше познание А теперь мы скажем Посмотрим на Голгофу Он висит и говорит Син мой Дочь моя А что я тебе не дал? А где радость? А где благодарение? А где восхваление? Я дал тебе талант А ты где его подел? Загопал? Завернул? И еще в благословение Бог спросит Где оно? Бог спросит Что он дал талант Не для того Чтобы сегодня сидеть И молчать А для того Он сказать Я дал Чтобы употреблять Чтобы церковь жила И была держима Живой верой Мы ответим И Бог нас просит И очень сильно Хотим мы или не хотим Но это нас не пройдет Потому что Бог Не думает Чтобы он ошибся И там дал Какого-то вас И какой-то гаде Какой-то дар А потом забыл Что он не дал Дам видения Или дам прочерства Или дам Эту коваре Нет Он не забыл Но только он смотрит Насколько же ты Так закопал его И на сколько же лет Ты думаешь так В беспечии своем Устроять свою жизнь Насколько? До какого времени? Ты думаешь С Богом? А Бог сказал Я Скоро И вот эта тьма Она покрывает И вы не увидите Смерти Сына Божьего И вы не увидите Прошествие Сына Божьего За церковью Когда она возьмется И прозвать Вот какая опасность Вот чем опасность Сатана Обокрал Очень сильно И именно Вот это все Начинается И смотря Как идет Смотри Как Он говорит У нас Пасха У нас Священное служение У нас Нам нужно Через три дня Идти У святое Святых Раз в году Это подель Мы не можем А так хочется Избавиться От этого человека А я Отличники говорят Мы не находим Нем никакой вины Нет Нет Он такой Он развращающий народ В чем? Он Не давать Богат Кесарю А Выкрутились Но И братья и сестры То же самое И сегодня Происходит На этой земле Только что Они Вместо Бородов Поцепляли Галстуки И большие С титулы Званий И портфель И все У нас У них такая Такая разница И те Были Были В скромненьких Домах Жили Если они Даже их имели Ну имели Но я думаю Что такие Как сегодняшние Эти Делатели Я как услышал Когда мы сейчас Ездили Что один из этих Делателей Дом строит 80 окон В дому О Но зато Он ездит Здесь Вот так Давайте Вот где Кущунство Вот где Бога вступление Вот где Нарушение Закона Божьего И там Где только Будет Проверение Божие Какого-то Брата Какой-то Сестры Какая-то Церковь Они будут Сразу Там Наводить Парад Они Сразу Уберут Кто им мешает Да У них На это Есть деньги У них На это Есть люди Которые Куплены Которые Взяты Ему Дел Которые Ведут Дело Которые Тоже Стоят На Стран Потому Как Помните Однажды Одна из Семь Они Взявшие Деньги Да Эти Тоже Первосвященники Заплатили Людям Которые Так Кричали Поддерживая Их Чтобы Освободиться От Учителя Они Знали Что Он А Смотрите Как Смеются Но Ты Селел То Это То Что Воскрешал Это То Что Хромие Шли Но Себя Спаси Кричали Говорили Он Слушал Не Думайте Что Он Не Слышал Слушал И Слушал Разбоги А Для Этого Надо Было Подверг А Это Он Он Аминь Это Тот Который Не Надо В Последние Минуты Жизни Это Он Который Ведет Меня Это Он Который Мессия А Они Говорили О Нем Смеясь Это Он Который Селял А до того Было Слово Насмешки Вера Еще Больше И Господь Сказал Если Мы Дети Божьи Если Мы Люди Взятые Удел То Если Нас Будет Я Я Привед Такий Пример Чем Больше Нас Будут Жать И Чем Больше Хотят Придать Критики Насмешки Поношения Но хозяйки знают Когда Такие Есть Промороз Там Эти Пряноси Так Они Пахнут Но Когда Их Пробудить О Блаухань Навезду Правда Вот Когда Христа Они Предали По Смеянию Насмешки Критики Это Блаухань И Все Больше И Мало Того Там На Кресте Уже Висит И Говорит Он Господь И Он Говорит Вспомни За Другими словами Ты Царь Царей Ты Мессия Ты Господь Ты Тот Кто Пришел Восторон Теряй Ты Тот Кто Пришел Вести В рай Кто Померил Слышанному Это Тот Кто Ему И Сая Это Ты А Они Слушали Не думайте Что Эти Священники Не Слушали Эти Священники Слышали Но Они Не Покаялись Они Не Спаслись А Это Так И Господь Скал Тоже Сегодня Время Они Будут Проповедовать Они Будут Взять Они Будут Строить Свои Храми Они Будут Строить Свои Святое Святых Они Будут Строить Свои Задовеси Но Господь Говорит Я Их Порвал Я Разорвал Святку Донизу И Эти Строительства Человеческие Без Меня Они Не Будут Стоять Во Время Пришествия Моего Это Все Раскроется Но Покаяния Тогда Уже Не Будет Как Этим Первым Священником Уже Не Было Они Покаялись Они Не Пришли Об этом Библия Не Сказала Что Один Из Преосвященников Сказал Сами Который Возглавлял Скажите Он Сказал Что Господь Я Распял Тебя Мессии Нет А Почему Он То Знал Это Настолько Огорченный Бог То Есть Они Огорчили Такое Зелали Зло И Господь Говорит Сделалась Тьма По всей Земле До Часа Девятого И вот Сегодняшняя Тьма Покрывает Народ Покрывает Семьи Покрывает Души Покрывает Сердца Покрывает И Господь Говорит Я же Показал Первое Знамение Для этих Грудей Первое Солнце Нигде Нигде Ни Тучи Правит Солнце Горизонт Бьет Висящих На Кресте Парит Промин Лучом И Вдруг Среди Такого Солнца Откуда Ни Возьмись Тьма А Господь Сказал И Ангелам Заповедовал Из туч Сделать Шатер Для сына моего Чтобы Эти нечистые Негодные Обозленные Одержимые Не увидели Перехода Крочины Сына моего Они достойны Видят Ангелы Сделали Шатер На три часа А вот Братья и сестры Если ты Шатер Были Богом Поставлен На каким-то Домом Семьей Сердцем Церковью Там Не проникнет Свет Господень Никогда Они Не достойны Видеть Славу Божию Они Не достойны Видеть Славу Божию В уж Такое Три часа Тьми Братья и сестры Это Име Большое Значение Для нас Чтобы нам Не попасть В это Служение Он Говорит Он Сделал Этот Шатер И Там Померкло Солнце Тогда На всей Земле Дочас Померкло Солнце После Тьми Померкло Солнце И Что Из-за Веса В раме Разотрывалась На твоей После Сначала Наступила Тьма А дальше Померкло Солнце Господь 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 Сначала Наступает В нашем Сердце Церкви Домашней Церкви Такой Тьма Уныние Беспечные Равнодушие Все равно Хочу Буду Трудить Хочу Не буду Хочу Буду Молить Хочу Не буду Хочу Буду Трудить Хочу Не буду Буду Молчать Это Дело Ваше Никто Вас не заставит И не думает Что Бог Будет Так И давай Вас Иди Работай Никогда Доброохотно И добровольно Бог Дубит Кто Будет Трудиться Будет Служить Богу Ну Не Принудительно Но Знаете Что За каждый Прожитый День Хочем Мы Этого Или Не Хотим Мы Дадим Ответ Градицем Всевишнего Сколько Мы Проводим Словие Молитвы И То Что Он Дал Мне Как Мы Пустили Поборот Он Спросит И Вот Задача Вопрос Мне А Чего Почему Он Говорит Эта Тьма Вот Это Нас Рисает Для Чего Чтобы Не Проник Свет И Дальше Умер Солнце Не Стало Солнце И В Этот Момент Мик Паника Ужас Страх Недоумение Недоумение Смотрите Когда И После Этого Иисус Возгласил Громким Голосом О Молчал Уже Они Думали Все Все Уже Он Умер Они Ждали Вот Вот Он Увидит Как Он Будет Корчиться Ломать И Будет Мучиться Кричать Они Ждали Этого Они Ждали Этого Но Тут Тьма А После Тьми И Солнце Померкло И Что И Завеса Разотрылась Ваше Все Кончено Ваше Все Закончилось Не Нужно Мне Ни Ваш Храм Нечистый Ни Ваш Завес Ни Ваш Святой Святых Мерзко Нечисто И Беззаконно Вот То Что Вы За этими Завесами Делаете Решаете Устанавливаете Постанавливаете Сколько Вы Решили Сколько Ваши Тогда Первосвященники Приносили К Казов И Тельцов А Сегодня Ваши Руки В крови Народом Его Сколько Вы Избили Сколько Вы Изранили Сколько Вы Погубили Людей Вы Отведите Сегодня Вы Отведите Сколько Вы Причине Зла Дену Божьему Эта Тьма Нависла И Дальше Померло Солнце Не Стало Бог Показал Как Я С самого Начала Сказал Во Время Полной Луны Этого Не Мож Служить Но Чтобы Вы Знали Что На Кресе Бог И Он Не Перестал Быть Богом Это Тот Который Шел По Молю Это Тот Который Шел По Моле Могами И Сказал Молкни Это Тот Который Сказал Лазар Выйди Это Тот Висел И Это Тот Висел Отец Постал Ангелов Который Делал Шатюль Над Ним И Солнце Закрыл От них Он Не Мог Смотреть На Эту Издевательство Он Не Мог Уже Смотреть На То Как Эти Агонии Учения Страдает Его Сыр Страдает Бог Но Яванов Священники И Пересвященники Книжники Богоступники Показывают Что Он Не Перестал Был Богом И Давать Чудеса И Сновения По Эту Полную Луне Помер Солнце На Три Часа Затмение Невозможно Первое Еще Доказательство Вот Это Астономическое Что Он Изменил Природу Все По Меня Показал Что Он Бог Не Самозванец Нет Не Видом И Мессия Нет Не Видом И Правоведник Не Причипивший Себе Какой То Ярик Христа Нет Он Именно Был Сын Бога Живого Вы Невиновного Распяли Вы Слышали Говорил Невиновного Распяли Эта Проповедь Разбойника Их Очень Разнула Он Сказал Он Ни в чем Невиновен Эта Проповедь Разнула Их Вы Распяли Слышите Никогда Не знавши Не слышавши Такого Что Вы Он Свидетельствует Что Он Невиновен А Мы Достой Гер Этого Безвынного Это Проповедь Била Милые Братья и сестры А Господь Говорит Тогда Когда Они Получили Прощение Спасение И Мы Сидим Не свидетельствуем Не служим Богу На кого Мы Похожи Этот Не молчал А представьте Себе Его Не отпустили Что Он Встал Как Я Закатываю Братья и сестры Я Был С Христом Я Был Разбойник Я Был Такой Такой Как Сегодня Так Стало Модно Я Был Наркоман Я Был Алкоголик Я Был Такой Я Был Такой Достоинство Стыдно Что Я Был Умный Человек И Придался За Пакет Наркотика Я Того Начал Сначала С первой Сигареты С первого Понюхания С первой Иглы С первого Пакета С первого Стакана С первой Рубки С первого Фильма С первого Того Мы Начала С падения С первого Я Должен В этом Покаясь Но Мне Отсего Не Вышло Очень Модно А Господь Говорит То Хорошо Что Ты Каясь Не Буду Что Я Против Нет Но Мы Даже Задуматься Мы Познавшие Бога Как Мы Проповедуем Как Читает Нас Письмо Пятой Иван Как Как Я Сижу За столом Вместе Беззаконниками И грешниками За одним Сторон И пьют А я Буду Говорить Ну Я Же Верующий Верующий Вместе С нами Пьет Мы С нами В Барах Верующий Не Врезай Я Же Верующий Это Уже После Первой Руки Все Вместе На Что Мы Промениваем Колгофу Вот На Что Куда Эта Тьма Покрывает Нас И Мы Во Тьме И Не Говорите Что Мы В Господе И Мы С Господом А Скажите Правду Мы Во Тьме Мы В Мраке Мы Во Тьме А Господь Скажет Скажи От Я С Грешил Я С Грешила Я Каю Спаси Меня Помоги Меня Освободи Меня Подними Меня Очисти Меня Обнови Меня Зажги Этот огонь Помозами Твое Эту силу Эту радость Это обновление Эту Духа Святого Нам Был Движим Владимир Духом Божьим Али Бери В свое Дело Скажи Это ему Сегодня Скажи Он Просит Он Не Отталкивает Не Думаю Что Если Мы Пали Очень Несколько Нет Такого Греха Что Не Просил Тогда Когда Мы Каемся Когда Мы Каемся И Не Надо Себя Предоставлять Каких То Святых Давайте Будем Как И Есть Так Быть Если Мы Служим Богу Давайте Служим От чистого Серца Доброй Чистой Совести А не В церкви Будем Молиться Будем Святыми Как Те Раскинающие Христа Спесенники Просвященники Они Будут Святы Но Они Не Могут Они Пасха Но Вы Все Ремене Язычников Мы Безможники Вам Все Ремене Нет Братья И Се Се Нас Решено Другой Мы Заключали Заню Завет Мы Давали Ему Служить Доброй Чистой Совести А Добрая Чистая Совести Так Будет Убивать Братья И Сестер Так Будет Издеваться Так Будет Мстить Так Будет Гнать Нет А Доброй Чистой Совести Будем В церкви Молиться Петь А После Служения Другое Пить И Другое Смотреть И Слушать И Делать Можем Нет Вот Это Значит Чма Покрытые Бог Сказал Они Достойны Видеть Лица Сына Моего То есть Бог Который Взял На Себя Грехи Всего Мира И Мои И Твои Он Взял Не Набирайтесь Остры Не Забывайте Как Некоторые Заблуждаются Говорят Что Он Взял Грехи Это Значит Что Когда Мы Приходим К Нему Он Взял Просил И Больше Все Мы Должны Веримся Нет Павел Сказал Каждый День Я Умираю Для того Что Выжил У Мне Господь Каждый День Я Живу С Ним И Он Во Мне Я С Ним Дорогие Блоти Сестры Мы Живем На этой Земле Не Протива Болстующая Сила Он Всегда Хочет Он Пришел Украсть Убить И Погубить Благодарим Богу За этот Час За этот Вечер Благодарим Ему За то Что Сегодня Над Нами Не Померк Солнце Правды Аллилуйя Что Над Твоей Моей Головой Солнце Правды И Силь В Лучах Его То Сегодня В Этом Доме В Этой Церкви Я Я Пришел Не Оттолкнуть Тебя И Не Изгнать Тебя От Церкви Я Пришел Сказать Тебе Что Я Хочу Ввести С С Этой Чем И К С С С Аминь Алло Возови Ко Мне Отвечу Тебе Тебе Трудно Тебе Проблема Иди Ко Мне Расскажи Мне Что Нет Упих У Меня Нет Я Просто Подавел К этому Чтобы Ты Взыскал Лице Мое Господи Бог Мой Ты Нужен Мне Мне Нужен Свет Господи А сколько Лет Я Получил Как Разбойник Прощения Разбойник Вы Знаете Я Сказал Господи Он Счастливчик С Какой Страх Покаялся И Враю А Мы Кто Пятнадцать Кто Двадцать Кто Тридцать Еще На Земле Я Так Думал А Господи Да Я Да А Как же Так Понять Войду В них Всевышний Царь И Священники Царство Мое Внутри Вас Это Рай Или Рай Я Часто Вспоминаю Слова Того Старика Брат Виктор Саша Помните Там Такой Хирург Ученый Там Со Служами Сидел И Он Говорит Когда Посмотрел Набрасил Ножом И Говорит У вас Уже Рай Здесь На земля Я Посмотрю На Ваши Лица Но Вы Счастливее Всех Наживуш Вар И Как В Раю Видите А Мы Цар Царство иисуса христа амития кровь и акция те которые исповедовали и испокаясь примированные они пришли сегодня это те кто идут когда церковь поднимется он разрягнулся отец отец отца это отец который я стоял перед тобой и все время говорил отец отца помилуй эта дочь просила она молила в тебя помоги мне освободиться повезти меня помоги мне подняться отче помоги вот она вот он это они это не те которые были покрываем этой тьме остались и не заходили искать лица нет это те которые пришли и Господь сказал то что был свет то что мы не видели что Иисус был на земле был распят был привык вы слышали проповедь разбойника вы уже не скажете что это была выдумка и миф нет и вы не скажете что он не был мессия и мало того все астрономическое ломается природа подчиняется не кому то а творцу и создателю господу богу аминь три часа затмения когда невозможно затмение померкнул солнце и в ужасе бежите забежали и куда они бежали они бежали его святой а там все землетрясение солнца буря ветер все сорвало все несет это просто увидели братья и сестры о батареи и ванны и мучи какая была там ужасная погода в тот момент когда померкнул солнце господь говорит это то когда предстанет народ когда ступает от бога от лица божьего вот такое творится в их сердцах а такое творится в их домах а такое творится в их церквах вот так и все кубами ведет нет ничего и в страх и в ужасе прибежали а там ничего все то что строили разрушено и святое ихнее разорвано всем свобода ибо вы не имеете права теперь от вас отнято уже за то что вы не послушали глаза господнего и сегодня господь говорит заключение предмолита хочет сказать он сказал если дать бог жизнь думаю что он я продолжу так же эту молитву когда он сказал или или ломался барфей что это означает и братья и сестры на сегодня я думаю достаточно нам склонить колени и скажи господи сохрани нас чтобы над нами не померло солнце правды чтобы над нашими сердцами домами семьями церквами не объяла эта тьма чтобы нам не горчить тебя чтобы ты вывел нас спас нас поднял нас о господь я каюсь ты дал мне ты спас меня я никогда не не говорил мне отдал так себя как тот разбойник не боялся ничего и он не был свободен как ясный а представьте что он распят и он проповедует вы вместе со мной распяты а почему мы молчим почему мы не трудимся почему мы не благодарим нам нужно сораспяться со Христом написать когда он нам вече все ум просвещать это как господь сказал выйдите и отделитесь чтобы gł что Христос это не благословляет это хуже с миром не благословляет. Он никогда не благословляет и не благословит с беззаконниками, с грешниками дружбу для того, чтобы нам грешить. Нет. Не обманывайтесь и не прикидайте своими молитвами. Я правую прямо, как Бог показал, что прикидайте святыми молитвами, как будто все хорошо. Нет. Если у вас дружба с миром, если у вас неразумно не связано с грехом, вы, вы нужны сегодня Господу уголоку сказать, Господь и Бог мой, отче, помоги мне, освобови меня, разорви окови греха. Дай мне сегодня проповедовать, как тот разбойник, что ты Сын Божий, что ты Господь, что тебя безвину козлили за меня, за мой грех. Я достойный. И еще последнее, что мы знали. Чма. Пришел Господь и говорит для того, чтобы закрыть нас от смерти. Мы по Своей достоинствах, когда мне это сказал, милые мои, я не хочу, чтобы не буду из меня очень такое, что я будто чем-то отличаюсь с вас. Нет. Я в такой длине, как и вы. Но я пал на колени и ни один час я не мог подняться, когда он мне показал этот момент, что он стоит там перед отцом и говорит, отче, мой милый, я стал между тобой и им. Отдал цены, заплатил колгофу, не поражай его, не казни его, не истребляй его. Вот для чего еще эта тьма была, чтобы он стал закрыть нас от гнева Божьего, от суда Божьего нас спасти, помиловать, помиловать. Говорит, закрыть от гнева Божьего, это Христос прошел. Тьма пришла для того, чтобы закрыть от нас Божьих этих людей, а Христос стал закрыть нас от суда и гнева Божьего. Вот роль Сына Божьего прошел, чего на землю. Чтобы не только просить нас, не только спасти, но после того, как мы заключаем завет с ним, защищать нас от гнева Божьего, суда Божьего. Другие братья и сестры, если бы он там не стоял, воскресший перед отцом, я говорил, вот руки, это имя Гаррия, Мария, вот она. Да, я знаю, достоин смерти, но я прошу по-моему. Поэтому мы живы, здоровы, у нас обе руки, обе ноги, глаза. Мы столько лет закопали наши таланты, не трудимся в беспечии, равнодушии, и все. Пусть кто-то другой. Мы достойны смерти, братья и сестры. Сколько раз было такое, что такие есть, и думают, что так все хорошо сходит, они выпивают, они гуляют. Да? И в церкви болятся, и духом, и все делают, и думают, что и Бог все молчит. Нет. Благодаря тому, что стоит заступник, я говорю, дай еще год, покопаю, оболью, подалью, чтобы позабочусь. Не принесет плода, то даст кучу. Мы думаем, что так просто сходит. Нет, братья и сестры, там тот стоит, показывает побитые руки, тот стоит, и отец, отец, это дочь, это сын, да, они сошли с пути, они огорчили тебя, они нарушают волю твою, они приступили к слову твое, забыли твои, но стой не смерти, за эти грехи, за это богоступление, они обманывают, они играют роль святых, святых, еще двойной обман, они имеют два лица, и три лица, имеют такие лица. Я прошу помилуй, помилуй. Добавайте, сестра, вот кому из нас дан последний шанс, но не думайте, что нам будет дан, как разбойнику, нет, сегодня, сейчас, скажи, Господь, проси меня, отец, помилуй меня, освободи меня, не думайте, что будет тебе дан, или мне шанс, как разбойнику, такого шанса не будет дан, никому, из тех, кто заключал завет, с Богом, разбойник того не имел, и не заключал завет, что мы, нам такого шанса не будет, и не приспособлено, не выйдет из-под этого. А скажите сейчас Господу, давай склоним колени. Отче, ты стоишь там, перед Отцом, и смотришь на мое обеспечение, смотришь на мое неверие, пропасть, страх, отчаяние, чтобы я больше верил в людей, чем тебя. Больше не угрожаю тебя. Представьте себе, я уже говорил на один раз, представьте себе, что Бог сказал, в ранах моих исцеления, так? Я взял ваши неимущие болезни. А христиане, крещённые Духом Святым, говорят, муча исцеляют. Ну? Это же вообще, это поражение здорового ума! Это вызов Богу, что ты не просто страдал, твои ряда не исцеляют, твоя кровь не исцеляют, а вот это, что люди говорят, исцеляют. Это даст жизнь, это даст исцеление, это даст здоровье. Умникайте внимательно там, где написано, Павел читает, что упражнение человеческое очень полезно. Пользуйтесь этим. И получите ваш успех. Там так написано? Ага. Так подумайте над этим. Подумайте над этим. Давайте скромим колени и скажем, мой отец, вот так я ими есть. Я бы сказал, Господи, ты меня обнажил, вот такой я и есть. Со всеми этими травками, приправками, всеми невериями, отчаяниями, я стою перед тобой. Зная тебя, зная Голгофу, зная искупление, зная, как ты был из битв, из ранен, из серого, так мало трудился, так мало славил тебя за здоровье, за благополучие, за светлое, тихое, мирное небо, за здоровье дедочек, семьи, жены, мужа, церковь, за словом, мне не хватало благодарности. И в чем-то не так, как я хочу, склоним голову и скажем, прости нас. Аминь. Аминь. Ты не бойся притрагеи на пути, прости нас страдать не лети, но за Богу и покой только одно, солнце, родно, в этом мире служено, сердце, родно, в этом мире служено, сердце скажет и досуе, Боже мой, предкровения давят душу и подогу, я страдаю и не в силах крест не спрести, но спасите дальние силы на пути. Пусть никто лишь своей веры не смутит, верой должен ты, крик, если победить, и Иисуса, крома, луча и стена, благодать Его великое и чисто. Сердце славное, ты концуешь, Боже мой, предкровения давят душу, а при порой я сгрупаю и не в силах, и не в силах, и не в силах, и спасите дальние силы на пути. Ты не бойся, пред кровей не на пути Как устанешь, буду я тебя вести Я назвал тебя по имени ты мой Приведу тебя в обитель, где покой Сердце станет и костнует, Боже мой, пред кровей не давят душу Ты порой, я в стране, и не зима, Вместо сези, я всту, спаси, дай веси На пути Уж недолго и немного нам идти Скоро, скоро, не замету я прийти Только слушай, говорю тебе, молись На голову слегка, сыграя, и не зима Сердце станет и костнует, Боже мой, пред кровей не отдали, а дочь И порой, я в стране, и не зима, и не зима, и не зима Ты не бойся пред кровей не на пути Помогу тебе тяжелый треск нести Сам присос, я огое, ты прости И обучит, как душой, я всей любви Сердце станет и костнует И порой, я в стране, и не зима, 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 и не зима Слава Богу! Слава Богу!